Всем привет! Сегодня 1 апреля 2020 года. Мы находимся в театре, который называется Вишневый сад на Сухаревской. Только что закончился спектакль Пеппи Длинный Чулок, куда мы выбрались с Данилюшкой, с мамой Катей и с нашими друзьями Олесей. А вон, кстати, Даниэль с мамой идут. А с нашими друзьями, с Олесей, Вовой и их сыном Ромой. С Олесей Гошиной мы в театре играли в диалог вместе. Не пили сторисы! Запилить сторисы? Не пили сторисы! Не пили сторисы, говорит ребенок. Не снимай тут фильмы, там все кушают людей, где ты найдешь нас, стоять своим телефоном. Я уже одежду вам взял, умный папа, видите? Вам не надо в очереди стоять. Давайте посмотрим, как все проходило. Данилюшка. Кидай дальше, пойдем кидай. Кидай, кидай. Ратаем мячик. Данилюша. Кидай обратно. Выжадаем. Кидай. Ребята, посмотрите, что я нашла. КОНЕЦ Дорогие друзья, в этот прекрасный солнечный день, день весны, день первого дня весны, мы рады поздравить нашу замечательную фенку с днём рождения! Давайте на трипун, день весны! А мы все дни с днём рождения! Готовы? День весны! День весны! АПЛОДИСМЕНТЫ Это же рюкзак? Нет, пакетик отдай просто. Пакетик отдай, зайка. Оставите. Другая. Другая. Что надо сказать? Плачем пакетик назад, потому что там еще и маленькие есть сувенирчики. Что сказать надо? Ты немножко. Это маме, это тебе. Ой, какая красота! Красота какая! А мы сейчас Вандерсон подарок принесем. Наш в машине. Все, забирайте. Все, Ромик, шапочку. Давайте встречайся! Это мы такие хорошенькие птицы. Приехали в Вандерсон. Пойдем есть перемешивый суп. Даниэль, ты что будешь в Вандерсоне? Шашлык, наверное, есть? Ну, наверное, Даниэль любит шашлык. Шашлык, наверное, будет. Держи свой рюкзак. Держи свой рюкзак. Держи свой рюкзак. Я сегодня, правда, пыл шашлык. А мы сейчас посмотрим и в блог потом папин положим. Как-то у нее есть шашлык. Это я ее дразнил. Я знаю, что она любит пельмешевый суп. Иначе шашлыком дразнить. Она говорит, да, буду шашлык есть. Молодец Даниэль. Ой, какая взрослая девочка. Посмотрите, скоро 6 лет будет. Лелечку. Пойдем, друзья ждут. Твой друг маленький Рома тебя ждет. Здесь такая большая детская игровая в Андерсоне на улице Геллеровского. И вот смотрите, кто здесь. Вот дайте, кто здесь. Это мини-маус. Хватит. Пап, можешь мне дать здесь? Андрюшка объясняет малышу, что она взрослая. Что здесь взрослые играют дети. А ты, Лялечка, иди в маленький домик. Говорит она ему. А здесь у них с вами взрослый дом. Для тех, кому уже есть 5 лет. А вот это Лялечки. Да, туда. Спрячемся. Кто в домике живет? Кто здесь живет? Есть кто-нибудь? Нет. Никого нету. Сейчас к вам гость придет маленький. Принемите гостя маленького. Можно играть. Спустя. Лилюшка там рубится с детьми. Играет в азартные игры. И навязывает им свои правила. А Рома прыгает вон. Мы приехали гулять дальше в парк Сокольники. До него тут было всего 4 километра. Пошел мелкий дождик. Ребенок спрятался. Вот этот грибочек идет. Это Даниэль. Приближаемся к парку Сокольники. Прямо перед нами. С большим трудом нашли место, где припарковаться можно. Счастливый ребенок побежал навстречу другу. Ребенок спрятался. Ребенок спрятался. Ребенок спрятался. Что-то какая-то странная встреча с друзьями произошла. На грязи. Ребенок спрятался. Ребенок спрятался. По грязи нельзя бегать. Ты за дом идешь? Не грохну. А что тут сложного? Вопрос ты. В общем, резвятся дети. В парке так пустынно. Дождик хотя бы закончился уже хорошо. Вот такой вот первый день весны 2020 года. И она еще и в шлеме. Ох и ничего себе. Лошадки с бомблюшкой. Поехали кататься дети. Поехали. Поехали кататься дети. Лошадка. Да. Хорошая, да? А как ее зовут? Лошадка Мякиш. Да? Это мальчик. Мякиш. Правда, она Мякиш катается. Спасибо. Илюшке нравится кататься? Лошадка. Кто знал, как лошадку зовут? Да. Лотос. Лотос. С маленькой наездником не боишься? Нет, не боюсь! Нет, нет, не боюсь! Нет, нет, не боюсь! Чудесно покатались на лошадке. Вот. Вот выставки мастеров. Работа... Даже аттракционы работают неожиданно. Я думал, что они только в летнее время работают. А вот смотрите. Катают детишек. Видимо и зимой, наверное, катают. Но тут давно не были в парке Сокольники. он вовсю все виды аттракционов в общем на улице достаточно прохладно стало под вечер днем было тепло солнечно сейчас мелкий дождик прошел и погода где-то наверное градусов 4 плюс как-то так все а это видимо одна из из них главная площадь из главных праздник масленицы где все это только что были здесь опять я от них потерялся позвонил катя потом потерялись сейчас будут масленицу сжигать огромное чучело они пошли это смотреть вот у меня за спиной можете увидеть чучело масленицы жалко такую красоту сжигать но традиция видимо есть традиции вот здесь мы видим как сотрудник мчс кладет записку чучело в карман есть оказывается такая традиция писать пожелание класть ей в карман я решил сразу же на эту тему пошутить стали свидетелями уникального обряда только что здесь сотрудник мчс только что положил нашу записку катя написала туда какие-то пожелания люди вокруг поняли а чё так можно было это же стали писать от себя записки молодой человек реагировал смотри-то люди поняли сейчас еще на ручку там можно было написали уже чтобы был теплое лето и все были здоровы и короче перед почта так работает в общем мы психанули ушли узнали что в 6 часов и зажгут а до 6 еще целых 20 минут поэтому она сгорит без нас там и я вижу телеканал и приехали поэтому покажешь как она сгорела просто ленивая погода такая не очень теплая стоять еще 20 минут ждать уже озверели хватит а что счет Сирот, закрой! Бесстрашные дети. Что творят дети бесстрашные? Дедюшка сейчас подошла, садится и говорит Вы не подумайте, это я с виду такая большая На самом деле мне 5 лет Сказал дяде вот этому, который отвечает за аттракцион Ромка там кричит Дедюшка кайфует Она уже на подобное у нас каталась в парке Царицыно Многие разы, правда, конечно, та раза в два поменьше была, чем эта Что мы видим На крупном плане не очень умеет получается. Прятался ребенок за пятками. Знаете, на стены не захотела на маленькие аттракциончики. На этом холодно решили, вон на том стремно. И самое оптимальное решение – торговались вот на этой башне. Как там Микки Маус? Боится? Боится Микки, Даниэль? Нет, смотри, я не могу. Микки бедный, не бойся. Взяла с собой Микки Мауса. Держит его, чтобы он не боялся. Говорит, что не боится Микки Мауса. Приехали, что ли вы? Ура, они совершают посадку, наши космонавты. Такая мордочка балдежная. Молодцы! Молодцы! Отлично! Вечерняя красота. В парке Сокольники. Зажигаются огни. Катя замерзла, бежит в машине. Что такое? Такси мое! Я устала! Это я твое такси? Я устала! Возьми меня на ручки, я замерзла, меня надо за пазуху спрятать. И меня! И его! Посмотрите, кто здесь. Это Тики-Тики. Это Микки Маус. Это серьезная Даниэль Романовна. Грозная. Даниэль Мама, замерзший Цуцик. Цуцик. А знаете, кто такой Цуцик? Да, недавно мы с Катей погуглили. Да, это щенок, значит. Это щенок. Да, пойдем, пойдем. Ой, какой ребенок у нас тут нашел. Мама там кричит, замерзла. Лешка, пойдем, а то мама там ругается. Ребенок. У нас вчерашний выпуск моего блога закончился фразой ребенка, которую я думал вырезать, что ли, выкинуть. Вообще не понял, что она сказала. Она говорит, завтра у нас будет серия про господина Нильсона. И держала в руках обезьянку. Я думаю, что за Нильсен, что за обезьянка? Выкинуть, что ли, вырезать? Ну, думаю, ладно, пусть останется. И завтра будет удивительный ролик. Он будет вот с... Могу что-то подсказать вчерашний ролик. Там будет господин Нильсен вот этот. И оставил. Короче говоря, сегодня она и взяла ее на Пеппи длинный чулок. Это же, оказывается, какой-то персонаж оттуда. Вот, я уже не помню. И, короче, сейчас мы погуляли в парке Сокольники. Она его где-то потеряла по дороге, похерила. И устроила нам истерику в машине. Поэтому серия про господина Нильсена оказалась, сожалению, пророческой. Она сидит, рыдает в машине. А я пошел его искать на поиски господина Нильсена. А вы пока посмотрите, как она плакала. Причем это уже такой момент, когда она не так сильно плачет. В Дикси был Нильсон? Был. А когда я вышла, я оглядела, что она не была. А в Дикси он был? Был. Я вышла и его, по-моему, уронила. Папа, иди в Дикси. В Дикси уронила Нильсена до нее. Да, ты смотри по дороге. Иди по дороге, как мы шли, папа. И снимай. Не надо снимать. Ребенка, горе. Все удалил. Удалил. Все удаля. Горе, папа, ты куда тут денешься? Не буду, не буду. Люшечка, не плачь. Сходи, посмотри, Ром, если она вам... В общем, я честно сделал все, что мог. Прибежал до парка Сокольники, хотя мне пришлось проделать путь километра два пешком. Но тут уже ночь, конечно, и господином Нильсеном тут не пахнет. Но ребенок сидит, рыдает в машине. Катя нашла решение говорить, что, скорее всего, он побежал к своим друзьям в Икею, что надо съездить в Икею, и там среди них точно есть господин Нильсон. Но ребенок неугомонно рыдает. У нее просто день траура. Господин Нильсон! А как ты его потеряла? Бедная обезьяна потерялась у меня в парке Сокольники. В общем, съездили. И как воду, главное, она смотрела вчера вечером, что сегодня будет серия про господина Нильсена. Так оно и вышло. Вы не поверите! Смотрите! Господин Нильсон! Я сделал это! Это будет сейчас счастье у ребенка. Просто слов нет. Реально получается очень крутая серия про господина Нильсена. Данилюшка уже совсем там не верит в чудо. А чудеса все-таки случаются. Иду, обрадую ребенка. Мы тебя уже заждались. Не нашел места, да? Нильсена. Я тут подумал, что, наверное, не могу без тебя жить. Я хотел убежать, но потом так испугался. Куда же ты побежал, Нильсон? Я больше не буду, не потеряй меня, ладно? Куда же ты убегал, глупая обезьяна? Где папа нашел Нильсена? Папа, где он был? Мы с Данилюшкой едем в лифте обратно. Вот я и хочу вопрос задать. Данилюшка, а ты хочешь братика или сестренка? Хочу, если Данилюша будет убирать какашки. Куколка. Хася, а ты не хочешь какашки убирать? Я хочу, пусть только мама убирает. Я не буду. Вот какой у нас идет серьезный разговор. В общем, все уперлось пока в какашки. Если мама будет какашки убирать, то Ниль не против братика или сестренки. А еще, если она будет еще убирать за ними и поймет, то будет еще чудесный. Поймет за ними. Это точно. Всем привет. Сегодня 2 марта. Скоро наступит 2 марта, через 15 минут. Да. И мы уже говорим тебе привет. Не пока в этом влоге. Нам же привет. Следующая серия будет очень про Микки Мауза. Ой, Данилюшка, не зарекайся. Ты вчера уже сказала, что будет про господина Нильцина серия. И она получилась. Слава Богу, очень хороший. Господин Нильцин нашелся. Таким был этот день. А можешь сказать, что господин Нильцин нашелся? Да, господин Нильцин нашелся. Все это видели. И этот день был очень хорошим. 1 марта 2020 года. Пока-пока. Может, скоро наступит 2 марта, а не 1 марта. Точно. Пока-пока. Пока-пока. И скоро через 2 месяца. Нас и 4 дня. Самый интересный влог. Да, день рождения Даниэль называется. И Микки. И Микки Мауза. Пока-пока. Он же тоже 5 мая. Он тоже 5 мая. Пока-пока. А мне не осенью. Да, помаши ручкой. Пока-пока.